Сегодня 11 ноября и в ивент-холле инфопространства проходит конференция «Практика противодействия к кибератакам и построение центров мониторинга информационной безопасности». Или, короче, СОК-форум. А в чем самый СОК-мероприятие, вы узнаете прямо сейчас. Специальный репортаж с места событий для вас ведут команда «Бистовы» и я, Тамара Никифорова. И для вас сюрпризы есть у меня. Теперь после каждого репортажа мы будем награждать самых активных и внимательных зрителей. Так, например, сегодня вам нужно посчитать, сколько раз во время репортажа я произнесу слово «СОК» и победитель, первый правильно ответивший в комментариях к этому видео, гарантированно получит самый лучший номер с видом на озеро Банне во время посещения Уральского форума. А также он получит возможность бесплатно кататься с горы все пять дней Уральского форума. Ну что ж, поехали? Сок-сок-сок-сок-сок! Да нет, ложное срабатывание. А вот тебе точно поехали! Несмотря на то, что конференция проходит первый год, среди участников – регуляторы, представители крупного бизнеса, банковская сфера, операторы связи, вендоры систем информационной безопасности, интеграторы – всего в СОК-форуме решили принять участие более полутысячи представителей отрасля. А на сцене среди докладчиков и активных участников живых дискуссий – эксперты, чьи заслуги не нуждаются в представлении. Артем Сычев, Дмитрий Фролов, Виталий Лютиков, Алексей Лукацкий и многие другие. Так о чем говорят на СОК-форуме? Я хочу получить ответы на то, насколько рынок созрел для подобного рода услуг. Об информационной безопасности, управлении информационной безопасностью и о создании СОКов. Очень интересная дискуссия развернулась с регуляторами. Нужно или не нужно прилагать дополнительные регуляторные усилия. Дальше будет дискуссия уже про практику построения, про какие-то примеры. Но там будут и технические вопросы, и организационные вопросы, потому что все-таки безопасность и СОК – это очень процессная вещь. Это даже не технология, а именно способ организации людей. И вот работая в таком жестком СЛА – это очень такая важная задача, которую, я надеюсь, мы сегодня обсудим. Ну, это конференция нового формата. Насколько я знаю, это первая в таком роде конференция. И в первую очередь она радует своей организации, большим количеством участников, большим количеством экспертов на рынке. То, что сейчас пытаются назвать СОКом, в Центральном банке работает уже достаточно давно, уже почти, скоро уже 10 лет будет. И практика его работы показывает достаточно эффективность при достаточно серьезном отношении к делу. Любопытно, что тема, о которой еще совсем недавно говорили, как о чем-то совершенно новом, с флером чужеземной романтики, сегодня уже прочно вошла в корпоративный сегмент. И даже более того, реализована в рамках государственных проектов, таких как «Госсопка» и «Финсер». Но, тем не менее, вопросов еще предостаточно. И сегодня здесь ищут новые решения, обмениваются опытом, показывают наиболее эффективные модели работы. И для этого площадка СОК-форума, по словам участникам, оказалась как нельзя более кстати. Количество участников говорит само за себя. Специалистам тема СОК интересна. И даже очень. Ну а чтобы форум запомнился действительно надолго, организаторы подготовили сюрприз. Воплощением борьбы с кибератаками на СОК-форуме стала борьба светлой и темной стороны из вселенной «Звездных войн». Выход новой части саги будоражит поклонников по всему миру. Немало их оказалось и в сообществе информационной безопасности. Здесь можно попробовать себя в роли светлого джедая или мрачного ситха, сделать селфи с героями фильма, а также попробовать межгалактические лакомства, запивая прилетевшим из далекой-далекой галактики СОК-форуме. Космически. Ну а мы прерываем наш репортаж. Для вас работала команда БИЗ-ТВ и я, Тамара Никифорова. Ставьте большие пальцы вверх, оставляйте комментарии, делитесь видео с коллегами по ИБ, а также подписывайтесь на наш канал. Да пребудет с вами сила! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова